7 предприятий региона – должники. Общая сумма задолженности по состоянию на 1 ноября этого года составила почти 30 миллионов рублей. В числе оставшихся в долгу 111-й военный завод, Ирмаш, Дядьковский кварцит, Жуковский автомобилист, а также агрофирма «Амтел» Камарического района, Климовский крахмал и Унежский комбинат хлебопродуктов. Задолженность, которая на 1 ноября по отношению к предшествующему месяцу увеличилась на 1 243 000 на 4,4%. Почти тысяча человек, перед которыми существует эта задолженность. Большая часть, а именно 5 из 7 предприятий являются банкротами. Наибольшая задолженность у 111-го военного завода Минобороны России, а также ОАО «Ирмаш». Размер долга этих двух предприятий составляет ровно половину от общей суммы по области в целом. ФГУ-111-й военный завод. Задолженность составляет перед 51 работником в размере 8,8 миллионов рублей. С 2011 года предприятие находится в процедуре банкротства. Срок конкурсного производства был продлен до февраля 2014 года. ОАО «Ирмаш» задолженность перед 461 работником в размере 79 миллионов рублей. Задолженность включена в рее с требований кредиторов. Текущей задолженности по заработной плате не имеется. Однако среди должников есть и те, кто до Нового года обещает рассчитаться с сотрудниками. В их числе Дязьковский кварцит и Жуковский автомобилист. Также на совещании был рассмотрен вопрос о платежной дисциплине бюджетных организаций Брянского, Брасовского, Карачевского, Суражского и Трубчевского районов, имеющих наибольшую задолженность на обязательное пенсионное и медицинское страхование. По данным итоговой отчетности на 1 ноября эта сумма составляет почти 23 миллиона рублей.